Вы никогда не задумывались над тем, что будет, если возродить старые киоски? Всем привет, ребята, с вами по-прежнему я Гардли. Сегодня я буду проводить очень крутой соцэксперимент на Радмире, где я буду продавать в безлюдном месте вещи эксклюзивные за 1 рубль. И делаю я это, знаете, с сердечными побуждениями, чисто провести такой добрый соцэксперимент. Но вещей будет настолько много, что мне пришлось купить себе машину, специальный спринтер. Я туда перекинул все свои вещи, и на таком, знаете, мини-магазином выездном я отправлюсь на старые киоски. В общем, ролик должен получиться интересным. От тебя я хочу увидеть подписку на канал, поддержку в виде лайка, ну и обязательно, прям, ну, прям обязательно написать комментарий. Если не напишешь, то ты, ну, ты не топовый топ, ты чисто вот так вот, понял, чел? Я играю на шестом сервере, вводите мой промокод, который у вас на экране, он дает вам хороший бонус при начале игры. Ну и мы начинаем. Let's go. Так, ну что же, вот я вышел из своей квартиры, она у меня находится в городе Латкарина, потому что у меня было очень много предметов, сейчас я вам это покажу. Итак, вот мой рюкзак, это все предметы, которые будут идти на продажу. Ну, может, что-то я не буду продавать, может, что-то я зажму, так сказать, потому что посчитаю, что это ценное, и мне оно нужно будет. Но это не все. У меня также имеется машина, мой, так сказать, такой вагончик на колесах, мой киосок на колесах, магазин на киосок. Вот он, я его открываю, чтобы вы понимали, это все мое, не знаю, почему его сюда перегнали, хотя он стоял там по дереву. Пропишу и рассет, потому что у меня багается рюкзак, и смотрите, сколько здесь предметов также будет на продажу. Крылья, берет, аксессуары на поезд, шляпы, бронежилеты, и это все, чтобы вы понимали, стоит в порядке что-то полумиллиона, миллиона, ну и, естественно, меньше. Перекрасил я свой спринтер в такой яркий желтый цвет, чтобы, так сказать, выделяться из толпы, чтобы было, так сказать, заманчиво. Ну и сейчас я отправляюсь, собственно, на киоски, чтобы еще докупить предметов, потому что, знаете, ну вот как будто мало, как будто придет много игроков. И ограничений сегодня у нас в ролике нет, то есть игрок может купить за 1 рубль один предмет, еще за 1 рубль второй предмет и так далее. То есть, если его жадность не сгубит, то он может вообще все купить, но, конечно, я бы так не хотел, чтобы было. Поэтому на всякий случай я сейчас еду на киоски, докуплю еще какие-то предметы относительно дорогие, да, может что-то в порядке полумиллиона, потому что у меня баланс позволяет, я, так сказать, на этот ролик хочу хорошечно растратиться. И, к сожалению, я хотел еще поставить винилы такие, знаете, красочные, но, к сожалению, на СТОшке этого не оказалось, поэтому, увы, сегодня без винила. Все, подъезжаю я на киоски, тут со мной немножечко в транспортной компании поздоровались, так что, ребята, если кто-то смотрит ролик, вам привет передаю. Значит, паркуемся здесь красиво, знаете, так, чтобы не мешать никому, вот так, чисто на парковочное место. Здесь меня спрашивают в чате за яблоки, ребята, не переживайте, там уже охрана стоит, так что все охраняется, все смотрится. Так, ребята, дядюшка Аарон, в принципе, я в боди куплю предмет, как раз и мой финку пойдет плюсик, вот, кстати, у него хазбик за 33 ляма стоит, но я хазбика покупать не буду, я куплю вот такой рюкзак уточку за лям 100, ну, как будто дорого, ну, как будто и, знаете, и пофиг. Поэтому уточку и покупаю, сегодня все буду раздавать, не знаю, может, оверпрайс, может, не оверпрайс, но, знаете, я за эти 200-300 тысяч сильно не трушусь. Сейчас посмотрим еще какие-то предметы, возможно, есть на киосках полезные. Так, я немножко помозговал, сегодня я купил скин, вернее, вчера я купил вот этот скин на продажу, тоже за лямчик купил, просто отдам за рубль, вообще не жалко. Но считаю, спасибо, что мою машину забрали, но считаю, что как будто одного скина мало, можно еще как будто что-то выкинуть, поэтому сейчас вот этого негра я сейчас переложу в инвентарь бусика, но у меня здесь все забито, давайте вот это заберем, украшение на шею и переложим, где он, просто переложим сюда и пойдем еще купим какую-то одежду. Знаете, чисто такой лотерейный билетик будет, потому что будут лежать два скина, и у человека будет выбор между этим, между тем. О, Гарли, здорово. Привет. О, Гарли, нифига себе. Ты что, видос? Видос, друзья, да. О, всем привет, подписчики. Подписываемся на Гарли. Побегал по киоскам, ничего, знаете, такого интересного не нашел, кроме как, ну, соотношение цены плюс качество, можно от этого взять. Блин, я забыл, как его, как он называется. Короче, гипетскую силу, вот этот скинчик мы покупаем. Пофиг, за 850. Теперь у меня на балансе 12 миллионов, я неплохо так потратился на это видео. Вот, садимся в наш бусик и просто выезжаем на старые киоски. Да, 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 это старое место, позабытое место, на котором когда-то было очень много людей. Очень много воспоминаний также имеется, но теперь это пустая площадь, на которой я устрою свою распродажу. Встану я плюс-минус вот так вот, открою сейчас задние дверки, знаете, чтобы это было похоже на магазин, что ли. Машину у меня здесь, по идее, не должны забирать, да, здесь, в принципе, парковочная зона. Блин, я открываю двери, которые закрыты. Одну дверку я открыл, вот видите, все, доставка, тут коробочки лежат. Ну, и в этих всех коробочках, конечно же, мои аксессуары. Ну что же, все готово, я плюс-минус первые предметы раскидал. Здесь кейс, смотрите, у меня есть форсаж, но здесь их 12 штук. Аксессуар на шею, маска, двигатель, бочка, ну это так, чисто для вида поставил. У меня всего очень много, поэтому, чтобы все, не знаете, не пропало за раз через 10-15 минут, чтобы мне не было жалко, я просто выкинул сначала такие, знаете, ну, лайтовенькие предметы, вот. И теперь самое главное, написать заготовку в чат. Черная пятница. Распродажа вещей на старых киосках. Это мы отправляем в нашу транспортную компанию. И, в принципе, теперь мы ждем первого человека, который приедет, ну, или просто даст хоть какую-то реакцию, знаете, на сообщения в чате. Вчера, кстати, проводил Аарон Розыгрыш у себя в видеоролике, где он продавал машины задешево. И люди приезжали на Анашан, покупали за любую цену. Я это не у него позаимствовал, я эту еще идею давно придумал. Поэтому любой человек, который ко мне сегодня приедет, он тоже имеет право, знаете, купить это все за рубль. Давайте, чтобы, знаете, это немножко выглядело поинтереснее, чтобы люди не думали, что я продаю за оверпрайс, я еще в конце написал 1 рубль. То есть за 1 рубль, как бы, должно их заинтересовать. Я еще раз отправил, вот. Хай приезжает, и потом уже будем мы с ними договариваться, что кто будет покупать. Мишка Орешкин спрашивает, что за вещи. Друг, ну если я тебе начну рассказывать, что за вещи, то смысл, что в этой рубрике ты должен приехать, оценить, посмотреть, а потом только покупать. Но так будет неинтересно. Так, первый человек, который к нам приехал, это Тимофей Винчестер. Очень интересно. Ну что, здравствуй, Тимофей. Добро пожаловать на распродажу. У нас сегодня черная пятница. Смотри, у тебя есть возможность купить предмет, любой, за 1 рубль. Я, в принципе, сейчас еще могу выложить. И то, что тебе будет по душе, то, в принципе, ты можешь забрать. Выкладывай. Так, второй человек, который приехал, это Кока Костелло. Мне кажется, сейчас будет здесь жесткий наплыв. Кууу, примирять можно. Применять лучше не надо, потому что здесь с одеждой такая небольшая акция. Чисто какая выпадет, такая выпадет. Но я еще не выложил все. Подожди, сейчас еще 2 минутки. А почем? Все по одному рублю, но я сейчас буду выкладывать, и потом будете смотреть, что вам понравится, то и будете покупать. Аксессуары на шее, Скока. Все, все по одному рублю. Так, еще один человек приехал, но только не стреляй, друг, только не стреляй. Не надо убивать, у нас тут дружеская атмосфера. Подожди, сейчас еще выкладываю. Так, ну давайте начнем пока с вот этого вот. Смотрите, выбирайте предмет, который вам нравится. И можете, ну, любой забрать за 1 рубль. Так, выбирай, выбирай предмет на шею. Да, все, бери. Вот, аксессуар на шею бери. Все, Тимофей Винчестер забрал аксессуар, который стоит в порядке 400 тысяч. Хороший кушек забрал. Но, а Кока Костелло забрал аксессуар на шею. Так, мне еще передает 1 рубль Тимофей Винчестер. Давай мне вот одежду. Вот смотри, раз одежда, есть вторая. И сразу можешь примерить, какая тебе выпала. По-моему, он забрал Трэвиса Скотта. Чина. Чина за 11 рубль Трэвиса Скотта, который стоит около миллиона. Так, Кока Костелло хочет забрать еще и эту одежду. То есть, знаете, ну, ребята не стесняются. Забрал египетскую силу от этого кента из сериала, который стоит в порядке тоже миллиона. Он также мне передал 1 рубль. Ну, в принципе, я думаю, ребятам нравится такая акция. Приехал Артем Неменко. Такс-такс. Ну, я еще кейс возьму. А там, там немножко не один кейс. Просто наплыв колоссальный. Очень много людей сюда едет. Я забираю абсолютно все вещи, которые у меня есть в багажнике. Сейчас я их тоже буду выкидывать. Так, Мишка Орешки написал. Ясик Брокли написал едет. Давай, брат, приезжай. Потому что тут, ну, я же говорю, колоссальный сейчас наплыв людей. Очень много актива. 1 рубль передавать и брать можно? Да, брат, ты можешь за 1 рубль, смотри, абсолютно все купить. Но у тебя ограничение на 2 предмета. На 2 предмета. Сейчас я еще выкладываю. Подождите. Возможно, вы сейчас возьмете что-то другое. Так, аксессуар на пояс. Еще вот такой. Я выкидываю. Надо было заранее все подготовиться. Блин, ну он подошел, забрал. Друг, ну не забирай, пожалуйста, все предметы. У нас тут распродажа. За 1 рубль. За 1 рубль распродажа. Деньги, деньги, деньги. Да, я сейчас все предметы выложу. Можешь выкинуть обратно. И потом ты посмотришь, что тебе понравится, то и купишь. Так, маску, жабы. Я выкидываю. Тут у нас немножечко, знаете, произошли разногласия. Но, в принципе, ребята понимающие. Все сделали красиво. Так, я, в принципе, выкинул предметы. Крылья, которые стоят 500 тысяч. Чина. Ну, можете все, в принципе, покупать, что вам надо. Просто передаете мне 1 рубль. Вот. И такая чина распродажа. К нам даже пришли 2 администратора. Виктор Савельев и Дима какой-то. Тут ребята просто батюкаются, потому что не успели что-то взять. Но вы можете также забирать маски. Смотрите, у меня есть рюкзак, который стоит в порядке миллиона. Я сейчас еще выкину берет. Здесь еще некит приехал. Ребята тоже в аксессуарах. Все красивые. Но вы можете, так сказать, немножечко приумножить свой баланс тем, что вот сейчас подберете еще такие предметы. Кепку выкидываю. Просто 1 рубль мне передаете и забираете предметы, которые вам нравятся. Я возрождаю. Я возрождаю просто старые, старые эти самые киоски. Посмотрите, сколько здесь людей. Это, так сказать, знак Ковалевскому и его команде, чтобы все-таки вернули, может, киоски на старое место. Либо сюда какую-то новую местность. Так, ребята, у меня еще есть немного предметов. Давайте так, чтобы по-честному всем хватило. Вот отходите сейчас на середину. Я повыкидываю их. Но вот на середину, там где вот эти парковочные места. Вон он, там где трава. Я как все выкину, напишу вам. И кто первый заберет, тот и заберет. Я надеюсь, ребята, действительно по-честному сейчас вот такую шляпу выкину. Ну все, смотрите, стоит в порядке полумиллиона. Выкину вот этот аксессуар на шею. Хоть я его... Виктор Савельев открывает кейс. Чина, одежда Абема. Такая она супер-мега-скотка. Так, теперь вот эту шляпу. Нет, такую шляпу я не хочу выкидывать. Рюкзак, который стоит миллион, ребят. Так, господа, на счет три. Все приготовились? Да. Или еще людей подождем, чтобы приехали? Нет, да, да, давай, давай. Один. Два. Три. Все, побежали, побежали. Войны в атаку, в атаку. Здесь все просто на рюкзак. Кто рюкзак забрал? Мишка Орешкин забрал рюкзак. Там маска, вон, которая стоит миллион. Это скафандр под водой, чтобы плавать. Просто все забрали, но мне один рубль не заплатили. Блин. Ой, Артем Неменко такой сознательный. Молодец. Спасибо, Артем Неменко. Прям спасибо. Ой, Никит, не боссов. Там, ну, все, там, все. Мега крутые. У меня, в принципе, все предметы закончились. Вот такая, так сказать, прошла акция. Вам понравилась она? Да, конечно. Все ответили единогласно, да? Да, 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 видос, видос. Можете передать приветы, кому еще хотите? Всем привет, пацаны, всем. Всем привет, всем. Можно привет? Мишка Орешкин тоже передаю привет. Похвастайтесь, что продали, что забрали. А сколько рога стоит? Что мне? Тысяч 50. По 500 они стоят. Сане Измайлову Хазболе Костелло привет. Передай привет Мия Золотоверх. Мия Золотоверх тоже я передаю привет. Да и Кириллу тоже. Привет, Ютуб и подписчики. Ну, видите, не пожалели, что приехали сюда первыми? Я же просто так не писал фигню. Так я прибежал, боди, взял. А кто вообще ничего не взял? Вообще кто ничего не взял? Кока Костелло. Да не, Кока Костелло там нормально все набрал. Он, по-моему, он Петровича забрал, арбуз вот на шею. А, все взяли. Нема себе. Да, там еще Трэвис Скотт был. Офигеть. Это мы не успели, походу, да? Да, но это самые первые приехали. Бля, вот это как-то. Вон, смотрите, еще челик едет, но врезался. А я думаю, тут киоски, блядь, открыли. Ну да, я свой киосок открыл. Видишь, с вас бабки сколько залутал? Целых 2 рубля с каждого. Владислав, к сожалению, ты не успел на распродажу. Я тебе просто так 4 тысячи дам. Так, все, ребята, давайте, удачи всем. Поехал я. Ну вот, бочку не забрали. Бочку, в принципе, можно было забрать. Ну ладно, я себе, в принципе, оставлю. И еще мы успеваем на свалку. Чина Саундре. Все, сегодняшняя раздача подошла к концу. Ну, в принципе, очень даже и быстро разобрали все. Я думал, будет дольше. И знаете, что мне понравилось? Что ребята все-таки адекватные были, плюс-минус. Потому что, ну, один пришел, начал забирать. Но я ему объяснил ситуацию, что у нас тут типа распродажа. Он взял, выкинул, в принципе, понимающий человек. Думал, что приедет поменьше людей, на самом деле. Но ребята все-таки в транспортной компании откликнулись. И вот приехали, надеюсь, что не пожалели. Поэтому каждый, кто залатал какой-либо предмет, отпишите в комментариях. Вот. И надеюсь, что вы поставите там лайк, подпишитесь на канал. Все, все дела. Мой промокод ГАРДЛИ на 06 сервере. Можете вводить, создавать новые аккаунты, вводить. Вот. Поэтому всем спасибо за сегодняшний просмотр. И участникам спасибо за участие. С вами был я, ГАРДЛИ. Всем удачи. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.